Итак, дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро, добрейшее утро. И мы начинаем наш традиционный урок Торы, портал Ваикра, организация Ваикра, платформа Ваикра. Да, мы называемся, вообще правильно если назвать, мы называемся платформа Ваикра. Платформа, потому что мы хотим дать возможности технологические всем, кто хочет обучать Торе и приближать еврестий народ к Торе, к Богу, то мы хотим всем дать площадку. Вот Роман Гольман нас смотрит, это знак, это знак, потому что все, что в нашей жизни происходит, все это знати. Всевышний с нами разговаривает, вот само слово Ваикра, оно переводится и возвал. Есть книга в Торе, есть книга Беришит, это первая книга в Торе, Шмот, это вторая книга в Торе, имена, и третья называется Ваикра, и возвал. И когда в Торе, в самой Торе так написано, вот сейчас давайте я возьму, открываю книгу Ваикра, вот Ваикра, видите, вот так пишется на иврите, Ваикра, вот я открываю, Ваикра. И первая глава, первое слово первой главы, оно так и звучит, и возвал. Но там есть интересный один нюанс, который обязательно нужно знать. Значит, нюанс какой? Нюанс, что буква Алиф в слове Ваикра, последняя буква, она написана маленькая, маленькая. Вот, если вам видно, Ваикра, эль-Моше, ваедабер, ашем, элад. Значит, и возвал к Моше, и говорил Бог ему. Значит, смотрите, и возвал к Моше. А что, Бог только к Моше взывал? Нет, Он ко всем взывал. Но услышать Бога может не каждый, услышать Бога может не каждый, потому что, как есть известная история, когда Раби Атива, великий мудрец Раби Атива, он разговаривал с одним римским очень знатным человеком таким, и этот римский знатный человек, он ему говорит Раби Ативе, вот я не могу воспринять Бога, которого бесконечный. Вот как, кто это Бог вообще? Как это Он, хозяин мироздания? Где Он вообще? Он везде, Он нигде, Он бесконечный. Как? Я не понимаю, говорил ему этот римлянин. Раби Атива ему говорит, давай я тебе завтра Бога покажу. Я тебе завтра в полдень покажу Бога. Этот римлянин говорит, отлично, все, тогда я сразу стану верующим, все, я стану верующим. И вот они встречаются в полдень, август, жара, и Раби Атива говорит, смотри, вот сейчас смотри в центр солнца, и через полчаса Бог появится. Тот ему говорит, как я могу смотреть центр солнца? Я минуты не могу смотреть центр солнца, у меня глаза сгорят. А ему Раби Атива говорит, а как же ты хотел увидеть создателя мироздания, который всему мирозданию дает энергию и жизнь? То есть тот, кто поддерживает все это мироздание в существовании, и тот, кто держит все вот эти вот атомы, молекулы, все структуры, они существуют потому, что Бог установил вот эти законы их существования. Как ты хочешь его увидеть? Его невозможно увидеть, с ним невозможно соприкоснуться. И только Маше Рабейну, Моисей, он и другие пророки, был Маше Рабейну, было еще 300 тысяч пророков, они каким-то образом могли чуть-чуть прикоснуться, зайти в духовные миры, выйти как из ограничений физического мира, физического тела, и чуть-чуть они могли воспринять божественное, это называлось, пророки. Теперь, написано в недельной, в этой главе Ваикра, и возвал Бог к Маше, то есть к пророкам он взывает. А почему маленькая Алиф там? Раби Нахман объяснял, что маленькая Алиф, ее можно спутать с маленькой Эй. Алиф, Эй, они похожи издалека выглядят. Значит, и получается, если будет Ваикре, то получается и случилось, с каждым из нас Бог разговаривает через события нашей жизни, то есть Бог с каждым разговаривает, только с пророками, он его вытаскивает к себе, и пророк воспринимает духовный мир, а обычный человек, он духовный мир не воспринимает, но с ним случаются разные вещи, и все, что с ним случается, это разговор Бога с каждым из нас. Но узнать, что Бог сказал, мы можем через Тору, через пророков, то есть Бог пророкам объяснил, как работает мир, и когда мы изучаем Тору, мы в этот момент соединяемся с Богом. И сейчас, как раз сегодня будет урок не по Мишлей, сегодня будет урок по Шавоту, сегодня наступает праздник Шавот вечером, это день дарования Торы, то есть в этот день, 3300 лет назад, еврейский народ получил Тору на горе Синай. Вот они все стояли вокруг горы Синай, и все слышали, что Бог сказал, анухи, ашем илок ихем, я сказал Бог, Бог всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. То есть Бог, когда Он сотворял все мироздание, у всего в этом мироздании есть свое предназначение. И Бог, Он вывел еврейский народ из Египта для того, чтобы сделать народом священников. То есть Он сделал народ священников, он их прямо взял и из самого дна, то есть это было дно-дно, ниже дна не было египетское рабство, это было самое худшее материальное дно, которое только можно представить. То есть это было прям погружение в трясину материальности, причем в самом низком его статусе раб, они были рабами. И вот значит Бог им говорит, все, я вас вывел из рабства, показал все чудеса, раступилось море, он говорит, все, я Бог, пожалуйста, и я вам сейчас передаю Тору, вы через Тору соединяйтесь со мной, вы выполняете все заповеди, с вами происходят чудеса, Иерусалимский храм, весь мир приезжает, смотрит и бах, весь мир поднимается к Богу и переходит на следующий уровень, game over. Вот такая была задумка. Понятно, понятно, все, все понятно. А что за Тора? И евреи, когда получали Тору, они сказали на севы нишма, сделаем, потом разберемся. То есть они сказали, нам не нужны никакие размышления, никакие доказательства, мы хотим просто получить Тору и все, на все согласны. Теперь, когда уже получили Тору, тогда начались вопросы. А вот мы получали Тору, а может да, может нет. И так на сегодня в голове у каждого из нас есть вопрос, может да, может нет, сомнения и так далее. Теперь, как получить Тору? Значит, Тора это соединение между духовным миром и материальным. То есть когда изучаешь Тору, изучаешь заповеди, ты через это соединяешься с Богом. То есть это та мысль Бога, изучая которую ты своей мыслью соединяешься с Богом. Теперь, что нужно, чтобы получить Тору? Значит, еврейский народ 3300 лет назад стоял у горы Синай и, конечно, тогда невозможно было не получить Тору, потому что говорят нам мудрецы, что Бог поднял эту гору Синай, поднял он над ними и сказал, что или вы получаете, или здесь будет ваша могила. Все, то есть вариантов нет. Если вы не получите, то тогда ничего не будет. Мира не будет, ничего не будет. Но у нас же в жизни все не так, у нас же есть варианты, всегда есть варианты. Больше Торы, меньше Торы, больше заповедей, меньше заповедей, быть религиозным или быть менее религиозным. Некоторые люди себя называют я светский. Что за светский? Это очень странно слышать от еврея, что я светский. Какого ты света? Что значит ты светский? Значит, это все вопрос идеологии. Теперь, получи Тору, как, вот что делать сегодня вечером? Что делать сегодня вечером? Я слышал когда-то одну такую очень хорошую лекцию, к сожалению, не помню, Равина, у которого я это слышал. Он рассказывал о том, как получал Тору один из великих мудрецов еврейского народа, Раби Элезер. Если мы поймем, как он получал Тору, значит, каждый из нас сможет получить Тору, используя его технологию. Технология Раби Элезера бен Урканаса. Раби Элезер бен Урканас, он был один из учеников Рабанехана на бен Закая. Мы знаем уже из Пертия. Вот, он был один из самых величайших мудрецов еврейского народа. А как он стал самым великим мудрецом еврейского народа? Он был сыном олигарха. Сыном олигарха Уркана звали его папу. И в Галилее где-то его папа имел огромные поля, виноградники там. Ну, то есть он занимался сельским хозяйством. Был такой агро-олигарх. У него было много сыновей, дочерей. И один из них был Урканас, Элезер бен Урканас. Этот Элезер ему было 28 лет. И он вдруг, ему все стало не в радость. Все ему стало не в радость. И вся эта жизнь, которая его окружала, стала ему не в радость. И он начал плакать. Папа ему говорит, чего ты плачешь? Он говорит, я хочу учить Тору. Я хочу учить Тору. Все, я хочу изучать Тору. То есть Тора это хочу соединиться с Богом. Духовность. Хочу духовного развития. Ему папа говорит, не выдумывай, иди работай. Все, иди работай. Вот поля, вот виноградники. Надо работать, сказал ему папа. Он говорит, нет, не могу работать, не хочу работать. Хочу Тору. Хочу духовного развития. Вся жизнь мне не в радость. Плакал он и рыдал, и плакал, и рыдал. И в конце концов он убежал от отца. Ему было 28 лет. И пришел он в Иерусалим. И пошел он в Иерусалиме к Раббан Йоханану Бен Закаяу. Самый был великий мудрец того времени. И он пришел к нему. И, значит, а известно про Раббан Йоханану Бен Закаяу, что никто не успел ему сказать первое здрасте. Он даже на рынке, он всегда успел, самому там простому человеку, он первый всегда говорил шалом. Он был очень вежливый. И пришел к нему этот Элеезер Бен Урканас. И ему говорит, я хочу учить Тору. Тот ему говорит, а что ты знаешь? Он говорит, я ничего не знаю вообще. Он ему говорит, ну это не для тебя место. То есть иди, значит, иди куда-то в другое место. Здесь это учатся великие мудрецы. Он начал рыдать, и он рыдал и плакал. И он говорит, я никуда отсюда не уйду. И, значит, его, значит, Раббан Йохананан Бен Закая говорит, ладно, садись, учись здесь. Я тебе буду говорить два закона всего в день. Два закона в день я тебе буду говорить. Все, думает, он сейчас посидит пару дней и уйдет. И он ему говорил два закона в день. И он каждый день эти два закона, целый день он их учил и повторял то, что учил вчера. Целый день он их учил и повторял то, что учил вчера. Прошла неделя, он никуда не уходит, и все продолжает, плачет он. Ему говорят, что ты сейчас плачешь? Он говорит, хочу Тору учить, не могу. хочу глубже, больше, это мое стремление, моей души, ничего другого, ничего другого я не хочу, только учить Тору. Тот говорит, ладно, если ты так сильно хочешь учить Тору, значит, и начал его глубже учить, обучать глубже. В общем, прошел год, прошел год, и дошли слухи, что Элезер Бен-Руканас, он живет в Русалиме, учится в Яшиве. Другие его братья-сестры папе говорят, ну вот, сын твой, посмотри, Элезер, что он делает? Отца бросил, поля бросил, бизнес бросил, работу бросил, и ушел он Тору учить в Русалим? Некрасиво. Папа говорит, да, пойду его, сейчас лишу наследства. Все, пойду его, лишу наследства, чтобы другим неповадно было. Люди были суровые и жесткие. Где-то вот евреи того времени, это были очень похожи сейчас, как на народы Кавказа. Была кровная месть, были между войны, между коленами даже. Один раз уничтожили целое колено Беньомина, другие колено с ними воевали, пока почти всех мужчин не убили. Они были такие, как древний мир, это был мир, как джунгли. Они были, вот обычно люди были на уровне животных, вот как монголо-татары, это интеллектуалы, интеллигенты, по сравнению с древним миром того времени, когда был Египет, 3000 лет назад. В то время это просто было, вот как инки-ацтети, знаете, они сердца уже в их людей вынимали, в жертву приносили и кровь пили. Инки-ацтети, это было тысячи лет назад всего. А в древнем мире это было просто вообще, ну как, это нормально было, это было как бы вообще, ну вообще не жестокость. Да, люди были другие вообще, дети и люди. И вот, значит, этот Урканас приходит в Иерусалим, чтобы лишить Элезера наследства и сказать, что он его полностью отлучает. Приходит он, а в это время Рабан Йоханан бен Закай собрал всех великих людей Иерусалима, всех олигархов, всех великих людей. И сидят они, значит, в Иуча Тору, а Иерусалим всегда был святой город. С древности еще Иерусалим основал Шем-сын Ноаха, Малтицедок его звали. И это было место, вот именно место самое духовное, ворота в небо. И, значит, здесь вот, я сейчас живу в Иерусалиме, совсем другая атмосфера. Вот выезжаешь в Тель-Авив или в Аждот, другое вообще, это совсем другое ощущение. Иерусалим это именно город святости такой, духовности. Значит, приезжает Урканус этот, приходит к Рабан Йоханан бен Закай, его узнают. О, приехал олигарх, там, Аграрий с севера, с Галилеи приехал, его садят. И, значит, он говорит, а где тут мой сын Элезер? Я слышал, он где-то в Иерусалиме тут. Ему говорит Рабан Йоханан бен Закай, глава еврейского народа. А вот он, твой сыночек, великим мудрец он стал. Поздравляю такого папу, что у него сын мудрец. Скажи тоже, давай, Элезер, скажи что-нибудь, скажи Деврейтора. Элезер говорит, я не буду говорить, потому что я стесняюсь при своем учителе Рабан Йоханан бен Закая. Я все, что я знаю, я знаю от вас. Как я могу, как я могу что-то добавить? Я, говорит, Бор, я колодец, который, который только собирал торок. То есть я учил все от вас. Как я могу что-то сказать? Рабан Йоханан бен Закай ему говорит, все, давай, говори, я выйду. Скажи Деврейтора, скажи слова торы. И он начал говорить слова торы, и там огонь, его лицо сияло, как лицо Машера Бейну. Все были вообще в восторге. И встал тогда Урканас, этот его папа. А, вернулся Рабан Йоханан бен Закай и говорит, счастливы Авраам, Ицкак и Яаков, что у них есть такой потомок, как Элезер бен Урканас. И папа встал, говорит, секундочку, это мой сын. Я извиняюсь, это не только сын Авраама, Ицкака и Яакова. Это мой сын. И, значит, что? Я очень им горжусь. И я хочу сказать, что я ему, наоборот, дарю половину своего состояния. То есть я им горжусь, он такой великий человек в торе. А сын сказал, нет, папа говорит, мне ничего, кроме торы, не надо. Мне нужна только тора, только духовность, только связь со Всевышним. И вот мы отсюда видим, что является ключом к получению торы. Вот сегодня день дарования торы, и многие говорят, надо там всю ночь учиться. Всю ночь учиться это обычай, и ты за ночь все равно ничего не выучишь. Учиться ночью показывает, насколько ты хочешь получить тору. Это просто небольшая демонстрация уровня твоего желания. А тора дается только в зависимости от уровня твоей страсти и желания присоединиться к Богу и получить тору. Это не какая-то математика и так далее. То есть это божественная мудрость, которая открывается тому, кто хочет приблизиться к Богу. И шавуот это как раз вот этот момент, когда ты по уровню твоего желания, Бог дает тебе тору на будущий год. Как мы учили в Мишле, что Теперь я тоже слышал одну историю, как когда-то один из раввинов приехал в Ешиву Саба Минавардак. Был такой Саба Минавардак, великий был раввин где-то лет сто назад. Он жил в Навардак, Новогрудак, городок назывался, а его ешивы были везде, включая даже в Харькове. 200 ешив он открыл. И вот, значит, приехал к нему один из раввинов тоже и говорит ему, уважаемый, говорит, Равьосов Юзель Уравиц его звали. Равьосов Юзель, говорит он ему, покажи, пожалуйста, кто в твоей ешиве самый глубокий. Он говорит, вот этот вот сидит парень, учится, он глубже всех понимает тору. А кто в твоей ешиве самый цадик, у кого там качество его характера, Медот у него самые такие качества, самые у него развитые. Он говорит, вот этот. А кто там, например, кто лучше всего знает Талмуд, вот этот. А кто лучше всего знает Аллаху, закон, вот этот. А кто лучше всего Хумаш знает, Пятикнижие, вот этот. Он говорит, а кто самый великий будет торе, по-твоему? Он говорит, вот тот. И показывает на Бахура, на одного мальчика, который сидел в уголочке. Он говорит, а почему он в других вещах, он не великий, но ты считаешь, что он будет самый великий в Торе? И сказал ему Саба Менавардак, потому что он больше всего хочет. Его желание получить Тору, его страсть, она самая большая. И на протяжении времени все равно Бог ему откроет больше, чем всем остальным. И это был Стайплер. Это был Яков Истроиль Каневский, который потом стал главой еврейского народа, самым великим мудрецом. То есть, самое важное, что можно сделать сегодня при подготовке к Шавуоту, это реально для себя вывести желание, понимание, что тебе нет ничего важнее Торы, вывести на первое место. Если у тебя будет реальная вот такая страсть и желание именно познать Тору, постигнуть Тору, понять, что Бог тебе открыл знания, как работает мир, как он устроен, зачем ты здесь и так далее. То есть, по уровню твоего желания тебе с неба открывается Тора, потому что Тора это не математика, это не интеллектуальная вещь. Это мысль Бога, которая идет с неба и которую ты воспринимаешь, и она в тебе раскрывается по желанию Бога. Вот это то, что я хотел рассказать. И мы так, давайте чуть свяжем с Мишлей, мы изучаем все время притчи царя Соломона. Царь Соломон, он считается мудрейшим из людей, по Торе он считается самым мудрым после Машей Рабейну, то есть максимально постигнувшим Тору. Откуда у него такая мудрость? Ему Бог конкретно открыл мудрость, он понимал язык зверей, язык птиц, он понимал суть всего мироздания, то есть он был самый мудрый человек, мудрейший из людей. Значит, рассказывают, что когда он был, когда он только стал царем, ему было 12 лет тогда, он был сын царя Давида, как-то у него была очень сложная ситуация. Много братьев от разных жен, у царя Давида было 18 жен, и значит все братья хотели его убить, то есть были братья, так как они от разных жен, они хотели стать все царями, и они прямо, еще был царь Давид жив, один из них себя объявил царем, и царь Давид в это время, он короновал лично царя Шломота, как он поклялся его матери, тогда были очень такие междоусобные войны, даже в роде царя Давида. И вот значит, когда царь Шломот все-таки стал царем, он одного из братьев тоже казнил, там другого казнил, то есть были, ну серьезно у них были серьезные такие, то есть или ты убьешь, или тебя убьют. И вот как-то ночью к нему во сне приходит Всевышний, ему говорит, что ты в заслугу твоего отца, царя Давида, в заслугу твоего желания искреннего мне служить, я хочу тебе помочь, что ты выбираешь? Я тебе могу дать ошер, богатство несметное. Я тебе могу дать нехасим, нехасим это имущество, имущество владения, то есть владение. Я тебе могу дать кого-то, почет, что все люди будут тебя уважать, восхищаться, ты будешь селебрити-звезда. Могу тебе дать души твоих врагов, то есть ты будешь самый сильный, ты поубиваешь всех твоих врагов, власть. Это то, за чем люди в жизни гоняются, четыре главных вещи, за которыми гоняются все, весь мир. Деньги, имущество, почет и власть. Царь Соломон ему говорит, нет, говорит, я хочу только Тору, я хочу только мудрость, хочу знать, как устроен мир, хочу Тору, хочу знать, как служить тебе, ничего другого меня не интересует вообще, хочу только Тору. Бог ему говорит, точно, он говорит, точно, только Тору. И Бог ему дал Тору, дал ему мудрость, а вместе с мудростью он получил деньги, имущество, почет и власть. Теперь задают вопрос, все задают вопрос. Ну, а что такого здесь удивительного, что он попросил мудрость? Если мы молимся три раза в день евреи молятся Богу, три раза в день Амеда, молитва Амеда, и там есть просьбы. То есть там есть вначале три первых благословения. Три первых благословения идет, прославление Всевышнего, прославление, чтобы ты как бы понял, перед кем ты молишься, с кем ты сейчас взаимодействуешь. После этого идут просьбы, после трех, три, это сейчас шесть, двенадцать просьб, идут двенадцать просьб. Первая просьба, первое благословение просьба, это, чтобы Бог дал разум. То есть мы все просим у Бога, три раза в день евреи просят у Бога, дай мне разум, хохма, божественную мудрость, бина, даат, дай мне все. Все, сехль, все, дай мне, пожалуйста, мудрость. Это первая просьба, уже три тысячи лет евреи просят у Бога мудрость. В чем отличие от царя Соломона? Почему он был мудрейший из людей? Почему Бог именно ему дал самую глубокую мудрость? А она, иногда молишься, молишься, я двадцать лет уже молюсь, прошу мудрость, и пока я еще не дошел, язык птиц не понимаю, язык зверей не понимаю, даже жену свою не понимаю, представляете? То есть это, какая же тут мудрость? Я жену не могу понять вообще, что она хочет от меня. Да, теперь, а царь Соломон, он попросил, и Бог ему дал. В чем разница? А разница в том, что царь Соломон попросил это во сне. Во сне, когда человек себя не контролирует, у него проявляются самые, то есть его ум, его мозг, его, то есть во сне человек не управляет собой. И можно, я прошу три раза в день, я прошу мудрость, первая просьба, а целый день я занимаюсь не изучением Торы, а своими действиями я доказываю, что мне нужны деньги, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть человек может просить три раза в день мудрость по одной минуте, а целый день заниматься всем чем угодно. Царь Соломон, он даже, даже во сне, его главное стремление было получить Тору, получить божественную мудрость. И поэтому он стал самый мудрый из людей. Поэтому вот тут очень важно собрать все вместе, все свое желание и понять, что будет мудрость, будет все. И стремиться надо именно к тому, чтобы быть с Богом в хороших отношениях. А как быть с Богом в хороших отношениях? Только выполняя его Тору, его заповеди. То, что Бог сказал делать, надо делать. А как узнать, что он сказал делать, это учить Тору. Все, вот мы сегодня, я вам желаю, живам себе в первую очередь, чтобы реально захотеть от всего сердца, на тысячу процентов больше, чем обычно, захотеть получить Тору. И чтобы Бог именно в этот день, он раздает каждому Тору, чтобы он дал каждому из нас вот это вот понимание, глубокое понимание и понимание. Все, удачи, успехов, удачи всем и успехов. И чтобы мы все получили сегодня Тору. Все, а с ней все остальное. Все, всем пока, удачи и успехов.